МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Болезнь лучше предупредить. В городе началась прививочная кампания от вирусных заболеваний. В тройке лучших продавец из Муравленка заняла второе место в окружном конкурсе профмастерства. И неделя безопасности. Госавтоинспекторы рассказывают школьникам о правилах поведения на дорогах. На Ямале стартует прививочная кампания. От гриппа планируется привить 120 тысяч человек. В Муравленка уже начались мероприятия по профилактике гриппа и других заболеваний. Подробности в первом материале выпуска. Прошедший зимой в нашем округе грипп унес 4 жизни. Один из случаев – Муравленковский. Врачи настоятельно рекомендуют привиться, чтобы не подхватить заболевание. Прививку необходимо делать заранее, чтобы до начала эпидемии успел сформироваться иммунитет. Поступление первой партии вакцины в Муравленка ожидают в начале октября. Нам уже письма пришли с департамента здравоохранения, что они попытаются ускорить в этом году этапы доставки вакцины. Если мы раньше целенаправленно через округ получаем, то сейчас, чтобы сократить эти пути доставки до органов здравоохранения, в этом году предположительно, что они будут поставляться прямо в пункты здравоохранения. В сфере здравоохранения уже идет активная подготовительная работа. И большое внимание врачи уделяют профилактике гриппа среди детей. Проводят в учреждениях уже вторую волну родительских собраний с участием медицинских работников, на которых говорят о необходимости прививки. Так, начиная с 6-месячного возраста, медики утверждают, что вакцина безвредна даже для детей такого возраста. Планируется привить около 4,5 тысяч детей и школьников и около 2,3 тысяч взрослых. Благодаря все-таки нашей иммунной прослойке, вакцино-профилактике, нам, вы знаете, в городе Муравленко удалось без осложнений прожить весенний эпицезон. И поэтому мы настроены на то, чтобы основная наша задача и в осенний период пройти без, будем говорить, неблагоприятных исходов. Оговорюсь, неблагоприятных исходов удалось избежать лишь среди детского населения. Начало сезона заболевания, врачи говорят, что оно неизбежно, ожидают уже осенью. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Роспотребнадзор Муравленко подвел итоги работы за 8 месяцев. За это время сотрудники около 200 раз выезжали с проверками в торговые предприятия и другие учреждения города. Из них 150 – внепланово. Организованы они были на основании жалоб горожан. Подробности у Эрнеста Бавшина. Все 150 неплановых проверок были связаны с жалобами муравленковцев на действия предпринимателей. В основном горожане сетовали на некачественные или просроченные продукты питания. Это средний показатель в сравнении с другими муниципалитетами Ямалонинского автономного округа. Руководитель муравленковского отдела Роспотребнадзора Дмитрий Кривощоков отмечает, что потребители сегодня более сознательно подходят к покупке продуктов питания, обращая внимание и на сроки годности, и на внешний вид товара. Однако многие не знают, как правильно подать жалобу при обнаружении некачественного продукта. Не нужно нести этот продуктный анализ в лабораторию. Нужно прийти согласно 59-го закона о порядке рассмотрения обращений граждан и написать заявление. Заявление указывает гражданин, тот орган, куда он обращается, фамилию, имя, отчество должностного лица, свою фамилию и имя, отчество соответственно, адрес домашний и контактный телефон желательно. В заявлении он излагает все факты, он может приложить к этому заявлению чек о товаре или упаковку от него, но ни в коем случае не нужно прилагать сам товар. После того, как будет получено заявление на просроченный продукт, сотрудник Роспотребнадзора сам навестит предпринимателя и изымет некачественный продукт по всем правилам и отправит его на исследование. При подтверждении факта бизнесмена накажут, а заявителю отправят письменное уведомление. Что касается некачественных услуг, то здесь система подачи жалобы немного другая. Также подходит потребитель в наш отдел, в частности в кабинет номер 2 к нашему юристу и составляется в его присутствии претензия, помогаем составлять претензию. Претензия составляется в двух экземплярах и направляется к тому предпринимателю, который оказал некачественную услугу. В добровольном порядке, если он не устраняет данное правонарушение, мы этому же потребителю по его заявлению готовим исковое заявление. За полгода сотрудники Роспотребнадзора четыре раза представляли интересы муравленковцев в суде. Все иски были удовлетворены в пользу потребителей. И все они касались банковских услуг, в частности, незаконное взимание комиссии при введении судного счета. После суда деньги банки вернули потерпевшим. Что касается предпринимателей, пойманных на торговле просрочкой, то до суда дело не дошло, но они все были оштрафованы на довольно крупные суммы. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, новости нашего города. В Салихарде прошел региональный тур конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». На этот раз выбирали лучшего продавца. Напомню, наш город представляла продавец магазина «Класс Е» Галина Стахова. Конкурсная программа состояла из пяти заданий. «Я и моя профессия», «Продавец года – это я», «Уровень профессиональных знаний продавца», «Реклама», «Двигатель торговли» и «Я и мой покупатель». Все конкурсанты творчески подошли к их выполнению. Они представили свои видеопрезентации, вокальные и поэтические номера. Наша Галина Стахова заняла второе место, уступив продавцу из Панаевска. Победителям вручены дипломы и денежные сертификаты. Между тем, согласно социологическим опросам, желающих поработать продавцом с каждым годом становится все меньше. Ответ на вопрос, какие профессии самые нелюбимые у россиян, выяснили сотрудники одного из интернет-порталов, а рассказал об этом Первый канал. В исследовании участвовали около 10 тысяч человек. Так вот, на первом месте, повторюсь, в списке профессий, которые не пользуются особой популярностью, оказалась работа продавца. За прилавок ни в коем случае не хочет вставать каждый десятый респондент. Еще 8% отрицательно относятся к ремеслоуборщице. В список попали также полицейские, стриптизеры, охранники, коллекторы и осенизаторы. И только каждый двадцатый сказал, что никаких предубеждений в вопросе выбора профессии у него нет. А вот о том, что интересного для своих читателей, подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» в кратком видеообзоре. «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. В современной России и на Ямале в частности сложилась парадоксальная ситуация. Согласно статистическим данным, более 90% граждан страны имеют высшее образование, однако при этом грамотность населения снижается катастрофически быстрыми темпами. Так, в рамках акции «Тотальный диктант» без грамматических ошибок его смогли написать чуть больше 1% респондентов. При этом ошибки допускаются в таких простых словах, как «чересчур», «одноклассники», «привет» и других. О том, почему сложилась такая ситуация и какие выходы из нее существуют, читайте в материале корреспондента СН на первой полосе издания. На прошедшем в Муравленко дне города нефтяной и газовой промышленности побывало большое количество почетных гостей и ветеранов-производственников, в том числе легендарная для Муравленко личность Борис Кошелев, один из первых руководителей НГДУ «Сутарминскнефть». О том, как рождалась первая нефтерегиона, о том, как строился город и что изменилось с тех пор, читайте на второй полосе номера в материале «В наше время такого отношения к людям не было». С 2014 года муравленковцы дополнительно к оплате за ЖКХ получат еще один платеж за капитальный ремонт своих домов. Таковы новые правила, закрепленные федеральным и региональным законодательством, которые вызывают много вопросов. Сколько и за что конкретно мы с вами будем платить, читайте в материале на третьей полосе газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Деньги на реализацию программы обеспечения жильем молодых семей на Ямале выделены. Суммы утверждены и направлены в муниципалитеты. Речь идет о 28 миллионах рублей. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Кобылкин. Согласно документу, дотации получат 9 муниципалитетов. Самая значительная сумма, более 8,5 миллионов рублей, достанется ноябрьску. Меньше всего 29 тысяч получит Салихард. Муравленко выделили тоже немного. Всего 88 тысяч рублей. 14-летним муравленковцам сегодня в торжественной обстановке вручили паспорта. Такое мероприятие в нашем городе прошло впервые. Ранее эта практика не применялась. Но, как отметили организаторы, теперь в Муравленко это станет традицией. Сегодня новенькие паспорта получили 12 человек. Это документ, который подтверждает ваше наличие гражданства. Несмотря на то, что вы все по рождению граждане России, но вот именно с получением этого документа у вас появляются определенные правовые и обязанности, и права перед государством. Очень волновалась, когда перед тем, как выходить на сцену, очень ответственно. Понимая, что взрослая, уже восьмиклассница, очень рада, что получила паспорт. Очень много возможностей дает, осознаешь, что сам теперь не родители за тебя отвечают, а ты сам отвечаешь за свои поступки, действия. Ну и последнее. Госавтоинспекторы Муравленко объявили о начале месячника безопасности. В рамках его проведения в городских школах и садах пройдут встречи с детьми и их родителями. Первая состоялась сегодня в четвертой школе и не случайно. По словам инспектора по пропаганде ГИБДД Веры Кабановой, ученики именно этой школы лидируют по количеству нарушений правил дорожного движения. На встрече школьникам показали слайды с типичными дорожными ситуациями, в которые часто попадают дети и последствия которых, как правило, печальные. После чего дети повторили значения дорожных знаков и правила перехода проезжей части. Данная акция проходит в рамках профилактического мероприятия месячника безопасности детей в Янау. И это ежегодно в сентябре месяце мы напоминаем детям о необходимости быть внимательными на дорогах. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 13 сентября в Салехарде плюс 10. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. В Ноябрьске 10 градусов тепла. Западный ветер до 4 метров в секунду. В Муравленко 13 сентября плюс 9. Ветер западный до 5 метров в секунду.